АРАБСКАЯ ВЕСНО Это Ливия, Сирия, и не только Ливия и Сирия. Под шумок, пока мы с вами здесь воевали на наших каких-то идеологических фронтах, поменялась власть в Кодзевуаре в Африке. Сейчас произошел переворот в Мали, то есть процесс он несколько глубже и несколько шире и сложнее, чем нам бы хотелось об этом думать. Здесь я разделяю точку зрения тех коллег, которые говорят, что в случае с Египтом и Тунисом это все-таки скорее было внутреннее движение, и у меня есть непровержимый аргумент в пользу того, что это давно выстраданная позиция. За Тунисом мы наблюдали, может быть, чуть хуже и чуть менее пристально, за Египтом мы наблюдали давно, и за год еще до событий, 24 мая 2010 года, мы с Саидом Гафуровым публиковали статью, где написали о том, что Мубарак не будет, скорее всего, участвовать по тем или иным причинам в президентских выборах, потому что он уйдет либо, естественно, физическим путем, либо будет отстранен от должности. Тогда эту статью нашу никто не хотел публиковать, все крутили пальцем у виска и говорили, что Мубарак это, так сказать, на века, и там, значит, Мубарак, он не один, у него много детей, и, так сказать, династию эту мы будем видеть еще там десятилетия. Вот, но на самом деле прошло чуть меньше года, и, значит, все случилось именно так, как мы предсказывали. Так что, в общем, это процесс достаточно эманентный, внутренний, и, в общем-то, ну, посвященному зрителю он был, в общем-то, виден. Совсем другая ситуация, конечно, в Ливии и Сирии, не хотелось бы повторяться. Вот Вячеслав Николаевич Матузов, значит, задал такой вопрос риторический, почему мы проиграли Ливию, почему мы проиграли Сирию. Ну, Вячеслав Николаевич дипломат, вот, он высказывается, значит, очень осторожно, так и полагается дипломату. Я не дипломат, поэтому я скажу, так сказать, гораздо прямее. Я считаю, что благодаря, ну, или вопреки, да, там, из-за ливийского инцидента лишился власти наш президент Медведев и совершенно справедливо лишился. Это была роковая ошибка, которая повлияла не только, к сожалению, на, так сказать, ливийскую картину и вообще на африканскую палитру. Это была ошибка, которая, так сказать, стоила очень много, очень дорого много кому. Вот, и я совершенно убеждена, что, так сказать, если бы наше руководство заняло другую позицию, значит, не было бы ни этой военной агрессии, вот, не было бы ни каких-то других событий, которые последовали потом, вот. Но, к сожалению, к сожалению, так сказать, мы этого не предотвратили. Вот то, что сейчас происходит в Сирии, это в какой-то степени наша работа над ошибками. Да, конечно, так сказать, мы можем хвалить Лаврова и МИД, который, наконец-то, ощутил себя МИДом, вот, но здесь, конечно, играла роль большая и, наверное, вот та перемена, так сказать, именно на, кто у нас формирует по конституции внешнюю политику, вы все понимаете. Вот, я думаю, что если бы вот этого, этой ошибки роковой мы не допустили в Ливии год назад, то и сейчас в Сирии бы имели совершенно иную картину. И поэтому, когда Константин Валентинович говорит, что вот Америка проиграла Афганистан, Америка проиграла Ирак, может быть, с точки зрения военно-стратегической, так сказать, с точки зрения вот именно высоколобой военной стратегии, это может быть оно и так. Но я сужу немножко по-другому. Я считаю, что проиграла не Америка, а проиграл народ Ирака прежде всего, проиграл народ Афганистана, в общем-то, эти страны, ну, фактически, можно сказать, стерты с мировой карты. Точно так же, как и Ливия. Можно спорить, сколько там триллионов долларов недополучили там штаты в результате той или иной операции, но на самом деле, так сказать, базовый результат вот того, что мы видим, это, конечно, просто вбамбливание в первобытное общинное состояние, так сказать, тех стран, которые вчера были лидерами региона. И когда господин Салим говорит, что Каддафи там проводил неправильную политику, господин Салим, не кощунствуйте, потому что 40 лет назад Ливия, это была пустыня, вот, с людьми, находящимися на стадии родоплеменного строя. Она стала региональным лидером, до которой, так сказать, было далеко многим нашим европейским странам. Поэтому, когда мы говорим о том, кто там проводил неправильную политику, давайте всегда смотреть в лицо реальности. Давайте смотреть на исходный момент, давайте смотреть на конечный этап. И в конечном итоге на тот результат, к которому мы сейчас пришли. Сейчас Ливия фактически отброшена на 50 лет назад. На 50 это в лучшем случае, если не на столетие. Вот, ей грозит дезинтеграция, ей грозит развитие по сомалийскому варианту. Вот, если это была плата за неадекватную, якобы, политику Каддафи, то, извините меня, какая политика должна быть здесь адекватна? Ливийскую компанию информационную мы полностью проиграли, в том числе и потому, что у нас нет корпунктов на Ближнем Востоке. На те деньги, которые были потрачены на Риановский Ньюсрум, вот этот, с мигающими плазмами и так далее, которые нафиг никому не нужны на самом деле. Мы могли содержать корпункты в Дамаске, в Каире, там, и в Русалиме, допустим. И, на самом деле, вот это вот, это не просто раздолбайское такое, так сказать, растрачивание денег, да, это настоящее вредительство, потому что пользуются люди продуктами вторичной переработки, что называется, Аль-Жазира, Аль-Арабия, пожалуйста, Би-Би-Си. То есть, что угодно, только несобственная информация, мы ее добываем не сами, и, соответственно, так сказать, поскольку нет еще государственной политики, так сказать, мы технологически беспомощные совершенно, импотентные, и идеологически никакие. Вот отсюда, вот отсюда вот такая вот параша, которая выливается на наш экран. Вот, и последнее, что хотелось бы сказать, это вот по, значит, еще раз по Сирии. Большое спасибо хотелось бы выразить, так сказать, посольству Сирии и агентству САНа за тот визит, который был нам организован. Он действительно лучше всего всегда посмотреть на все своими глазами и составить свое впечатление. Вот, у меня как бы впечатление осталось совершенно такое, что я поняла, что военный этап кампании, да, он проигран боевиками вчистую, потому что переход к политике индивидуального террора – это свидетельство того, что люди расписываются, в общем-то, в своей беспомощности. Они не могут ничего сделать, так сказать, кроме как терактами, вот, это уже признак слабости. И, конечно, несмотря на то, что расслабляться не нужно, вот, хотелось бы сказать пару слов о позиции, так сказать, сирийской, вот, официальной власти. Мы много общались и с первыми лицами, и с вице-премьером Сирии, госпожой Наджах Алятар, и с первым заместителем министра Фейсалом Микдадом. Вот, ну, на самом деле, мне кажется, что я, как бы, не очень в данном случае готова здесь какую-то занять менторскую позицию, да, наверное, это совершенно мне не по зубам, но, тем не менее, немножко такой традиционалистский взгляд существует на причины происходящего. Очень много действительно уделяется не просто внешнему фактору, а, так сказать, традиционному внешнему фактору – роли Соединенных Штатов и Израиля. Но мне кажется, что и ливийская, и сирийская истории, они уже показывают со всей, так сказать, очевидностью и определенностью, что традиционные вот эти вот факторы беспокойства, да, для Ближнего Востока США и Израиль в какой-то степени, вот, они начинают дополняться, значит, факторам монархии Персидского залива, которые начинают играть совершенно уже самостоятельную роль. В ряде случаев согласованные, так сказать, с метрополиями, да, если мы рассматриваем как их сателлитов, а в ряде случаев совершенно самостоятельно. Это касается и Саудовской Аравии, и Катара. Мы знаем, что, на самом деле, ливийская компания, ну, на 80% была обусловлена позицией Катара по газовой опек. Значит, Каддафи мешал создать газовый опек Катару, значит, вот это был спусковой механизм, спусковой крючок, значит, всей истории. То же самое и с Сирией. Говоря о позиции США и Израиля, которые сейчас заняли такую слегка выжидательную позицию и, в общем-то, не очень заинтересованы в дальнейшей дестабилизации ситуации. Не нужно забывать о том, что монархии Персидского залива уже не просто сателлиты. Это вот такие молодые, так сказать, волчата, такие молодые львы, которые уже вполне окрепли экономически в военном отношении. Вот. И они в ближайшие, там, десятилетия будут играть уже совершенно самостоятельную, в том числе и военно-стратегическую роль. Вот об этом не нужно запоминать, не забывать, когда мы говорим о ситуации на Ближнем Востоке. Спасибо. 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 Спасибо.